Если мы с вами говорим на увеличение длины, когда нам с вами нужно увеличивать длину подбородка, когда у нас с вами нижняя треть, вот мы берем и измеряем, берем линейку, имеем. Кому нужно делать апекс, да, ну кому может кто-то хочет его, просто чтобы это было. H1, H2. Вот это соотношение между кончиком носа и смыканием губ, и смыкание губы, конечно, в точке подбородка должно быть как один в двум. Один в двум. То есть H1, например, 3 см, здесь должно быть 6 см. Вот в таком случае, если вы видите, что у вас здесь укороченная нижняя треть, или плохо смотрятся губы, в таком случае мы с вами должны удлинить, делать высоту подбородка. Есть техника, когда вел сюда, да, и в одну точку один литр препарата, и получается вот такое. Да, это пожалуйста, это как хотите. Если мы с вами говорим про естественную инструкцию, делать более красивый заостренный подбородок, я выбираю 5 точек. У меня центральная точка, отступаю еще и еще. Да, вот они, 5 точек. Объем препарата у меня будет разный. То есть в центральную точку я веду 0,2, 0,15 и по 0,05. Да, вот он 0,2. Здесь по 0,1. 0,2, 0,1 и 0,05. И это 0,5 мл препарата. Это 0,5. То есть если мне нужно отодвинуть и не рикиться и удлинить подбородок, 0,5 мл сюда, 0,5 мл сюда препарата. И все мы с вами будем здесь. Жировую клетчатку, здесь мы с вами будем доходить. Вот нижняя челюсть, край нижней челюсти, вот туда, вот ребро, нижнюю челюсть, вот его ребро. И вам нужно попасть четко в это ребро. Не вверх, не вниз, а вот именно четко. Вы должны попасть, анатонико, то есть вот посмотрели, и вы должны четко сюда попасть. Делаем аспирационные пробы и вводим препарат. Делаем аспирационные пробы и вводим препарат. И преаврегулярная зона, про которую я говорила, это когда мы хотим сместить ткань сюда. Когда приходит ко мне пациент, я говорю, что вы хотите, да? Ой, я хочу, там, значит, там, кольцо на платье, так и так далее. Я говорю, а как вы хотите выглядеть? Вот если мне пациент подходит, я хочу вот там, все, это скулы в скулы. То есть выбираем технику для работы с куловой зоной. Если мне пациент, я хочу вот так, вот так я хочу. То есть, соответственно, это преаврегулярная зона. Значит, что мы с вами здесь сделаем? Вот у нас нижний край нижней челюсти, раз. Скуловая дуга. Два. Помним, артерия трансверсия там находится. Пол сантиметра отступаем от козелка. Пол сантиметра. Артерия темпорализ. И, соответственно, здесь просто вот эту точку. И рисуем мы с вами руку. Это зона депрессии, зона стрим, зона заполнения. Что у нас мы с вами помним? Слюная железа, выход лицевого нерва, височная артерия. Зона повышенного вынимания. Поэтому, значит, либо конюлей, либо, может, иглой. Честно, я предпочитаю работать здесь иглой. Потому что иглой я работаю более поверхностно, чем конюлей. Поэтому я рекомендую здесь работать исключительно иглой. Препарат невысокого люмизирующей активности. Вкол отсюда. Вкол отсюда. Значит, почему я вкол не слатеральный, не сверху? Здесь вы можете провалиться сразу в артели-трансфере, височную артерию. Поэтому вы здесь отсюда делаете вкол и вводим. Вводим препарат объемом 1 мл. Объемом 1 мл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok